Татьяна День До сих пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. В 60-70-е годы 19 века Татьянин день превращается в неофициальный студенческий праздник. Затем последовал указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так в воле монарха появился студенческий праздник День студентов. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Мы поинтересовались у организатора мероприятия. Как же КФУ будет отмечать День первокурсника в этом году? Это, наверное, единственный вуз у нас в Татарстане, который празднует этот праздник на широкую ногу. Конечно же, запланировано это гуляние студентов, запланирована встреча ректора. У него в кабинете приглашение на праздничные гуляния определенные. Также интерактивные площадки будут реализовываться здесь у нас в Униксе, непосредственно в фойе Уникса. И, конечно же, ожидается большая концертная программа у нас в большом зале Уникса с многочисленными гостями. Будут также выступать творческие коллективы Республики Татарстан. Будет очень много новых номеров, которые мы увидим в этот раз. И они все будут наполнены на самом деле очень таким большим хорошим юмором, который относится к студентам, к преподавателям, потому что праздник студенческий. Все сюрпризы, конечно же, мы вам рассказывать не будем. 25 января торжественные студенческие мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Российского студенчества Всероссийский день студента Татьянин День, пройдут в КСК КФУ Уникс, а наш телеканал Универ ТВ будет вести прямую трансляцию. Лизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универ Ньюс.